МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы даже прогуливали школу. Такую информацию можно найти. Я в нее просто не ходил. Вот этого нет. Но нигде ни в одном из источников нет информации о том, что вы в 90-е были художественным руководителем видеосалона. У нас не совсем назывался он видеосалон. Если вообще на эту тему говорить, то передачи не хватит. У нас достаточно времени. Когда это поветрие пошло, это же конец 80-х, начало 90-х годов. И была финансовая затруднительная ситуация в театре. Чтобы зарабатывать деньги, мы решили при театре открыть видеосалон. Но поскольку видеосалоны в то время пользовались не самой лучшей репутацией, в основном что показывали? Примитивные какие-то фильмы, чернуху, порнуху и так далее. Мы решили, что поскольку это при нашем театре, то это должно соблюдаться, какие-то каноны мы должны выдержать. Поэтому мы его назвали видеолекторией, старались отобрать фильмы, конечно, такого классического, мирового репертуара, чтобы познакомить зрителя с выдающимися режиссерами, с киношедеврами. И каждый такой фильм мы предваряли небольшой, минут на 15 лекцией. То есть мы рассказывали об этом фильме, мы рассказывали об этом режиссере или актере и так далее. И даже устраивали иногда какие-то обсуждения со зрителями. То есть у нас такого действительно в Иркутске не было. И он слов для людей с высшим образованием? Ну, не с высшим. Люди любые приходили, но им было интересно открыть окно в мир-то, посмотреть не просто движущие картинки там что-то, а что-то узнать, что за этим стоит. Я сам очень многое для себя подчеркнул. Я впервые познакомился, скажем, с Форманом, с тем же Николсоном. А «Танго в Париже». «Танго в Париже», но безусловно, «Бертолуччи». Да-да-да. То есть это все вот эти великие фильмы, они у нас шли. Скажите, а вот кто-то, какой-то из этих великих фильмов был озвучен Леонидом Володарским? Леонид Володарский, напомните. Вот такая голос. Ну, господи, каждый второй фильм. Шедевральный фильм? Да, ты меня любишь. Если не любишь, ты так... Ну, конечно, это каждый второй фильм был. Даже в «Бертолуччи». Ну, я уж не помню, кого конкретно, но этот голос, просто неотъемлемая часть тех воспоминаний, безусловно, конечно. Ну, это, мне кажется, уже такая, знаете, историческая личность практически, потому что сами по себе видеосалоны, видеофильмы, которые тогда были, они... Ну, действительно, очень много были озвучены именно в Володарске. Да-да-да. И надо сказать, что, ну, во-первых, он использовался бешеной популярностью, ну, в центре города, в цивильных условиях, да, а потом, когда действительно тебе что-то рассказывают, показывают, он у нас практически был на переаншлагах. И мы себе, еще раз подчеркну, ну, не давали такой вольности, как показывать, ну, третьесортное кино. То есть, кровавый спорт у вас не посмотреть был? Кровавый спорт нет, хотя с этими всеми, так сказать, с Ван Даммами, с... Да-да-да. Безусловно, фильмы... Ну, это же тоже часть серьезной очень кинематографической культуры, скажем, тот же вот... Фильм «Чужие» сегодня упоминали, но ведь это считается редливской сейчас классика кинематографической. Ну, «Чужие» я не помню. Вот у нас был первый из этих фильмов, это «Чужой», я помню, что на меня он сумасшедший совершенно произвел впечатление, вот эти съемки, эти трюки, это что-то было невероятное. А первый раз, если личная моя встреча с видео была, это тоже еще до того, как мы открыли видеолекторий, я себе, опять же, мы упомянули футбол, мини-футбол, что-то подвернул ногу, дня три мне надо было пролежать дома. И друзья мои, чтобы, значит, как-то скрасить мое лежачее положение, притащили мне сумасшедший такой какой-то телевизор, в то же время не было фильмов, да, мы туда вставляли какие-то технические эти штуки, подключали, и он, значит, показывал. И притащили мне видеомагнитофон и кучу кассет. И я вот где-то часов на раз с шести вечера до пяти утра смотрел фильмы. Помню, не Джеки Чен, кто у нас этот-то первый-то был? А, Брюс Ли. Брюс Ли, да, потом вот Сталлоне, еще чего-то. Я смотрел, фильмов, наверное, шесть просмотрел, под утро уснул, и я помню, что вот эти кошмары, кто-то бьет, стреляет, какие-то детки голые с пистолетами носятся. Я проснулся вот такой вот, то есть это было, я наелся так, отобожрался этого видео первое. И тогда, помню, познакомился его тогда уже пожилого отца, говорю, пап, вот так и так, а что это такое, как я говорю, батя, вот на эту кнопку нажимаешь, это мотает, вот дай ты сюда, и куда-то убежал. Прихожу, как я его в этой же мизансцене оставил, а ты что, можно же положить, ну ты что, не дай бог, вот так и просидел четыре часа, с этим видео смотрел. Я хочу задать вопрос, вы сказали о том, что рассказывали, ну, как бы, такая небольшая лекция была перед фильмом, где брали информацию, интернета же ведь не было. Ну, у нас были люди, скажем, Михаил Денискин у нас работал, вот он готовился, какие-то, ну, мы брали еще, скажем, если какое-то историческое кино, мы брали кого-то из историков, Царство в небесное, Олег Воронин тогда помогал, ну, много-много очень людей было, в зависимости от того, что мы показывали, мы привлекали людей, они рассказывали, что-то сами готовили, говорили, так что это... А сами видеокассеты где были? Вот. Ну, это был обмен, во-первых, у нас существовало такое негласное братство видеосалонов, то есть если покупать все время фильмы только на свои деньги, это можно было вылететь в трубу, но обменивались, что-то присылали нам из Москвы, у нас была налажена там вот эта поставочка оттуда, вот информация, и довольно, так сказать, лихо все это распределялось, да, это было налажено очень серьезно у нас, так что фильмы, чувствуем, что зрительский интерес спадает, мы раз уже другой какой-то запускаем, сколько детей у нас прошли, вот эти, тоже вы сегодня вспоминали, Том и Джейль, нажат в будущее, все это вот, все было у нас показано, люди для себя открывали, это в частности в нашем видео, кстати говоря, вот это ваша замечательная фирма, да, это медиахолдинг, простите, извините, медиахолдинг, слово красиво, медиахолдинг, да, ведь так могло случиться, что я мог оказаться, вообще, так сказать, во главе вашего медиахолдинга, потому что ваш уважаемый президент Александр Иванович Тюников, он ведь начинал тоже с видеосалонов и приходил в наш именно видеолекторий, обменивался с нами, я помню, он тогда сказал, говорит, Гена, вот есть возможность кабельное телевидение организовать там, шелихов, все, и потом дальше-дальше пойти, что-то, я говорю, Саша, какие-то сказки рассказывать, я вообще ничего не понимаю, да, как-то так отмахнулся, и вот результат, если бы я в свое время не... как можно сказать, ситуация могла поменяться, вот видите, мы ему дали дорогу, он говорит, смотрите, что этот человек сотворил, видите, как Геннадий Степанович, как иногда нужно соглашаться, понимаете, в чем дело, ну, видите, жизнь, нельзя сказать, учит, 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 но ничего, значит, так было угодно проведению, чтобы все случилось у всех своя дорога, как говорили в фильме «Последняя танго в Париже», кстати, говоря, о видеосалонах и режиссерах, хочется поговорить, вот Квинтит Тарантин, он же долгое время работал сам в видеосалонах, и у него, он там очень много мизанцен, там, фишечек каких-то таких ходов нашел, которые потом использовал в своих кинопроизведениях, ну, и ваша режиссерская деятельность никогда бессознательно вам не подбрасывала какую-то там идею, сцену оттуда из кинофильма «Чужие», раз там, ну, я не знаю. Ну, не из «Чужих», да, но обязательно, ну, скажем, даже вот появление нашего спектакля в свое время «Полет на гнездом кукушки», да, я помню просто, как я увидел впервые этот фильм, что со мной произошло, когда я отсмотрел его вечером, потом наутро еще раз просмотрел, я просто заболел этой темой, этим материалом, и потом у нас там через 25 лет появился на сцене, когда я увидел Николсона, я просто обалдел, как можно так существовать, ну, и так далее, тут можно бесконечно говорить, безусловно, ну, мне было удивительно, я читал список ваших работ, раз, пролетай на гнездом кукушки, ну, да, 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 я думаю, что толчок был, конечно, над этим фильмом, ну, и, конечно, когда смотришь великих актеров, ты же питаешься, так же, как и великих режиссеров, ты же питаешься, что-то обязательно падает в копилку, где-то как-то это потом реализует, это безусловно, безусловно. А была ли между видеосалонами конкуренция? Да нет. Или, в принципе, всем хватало? Я думаю, каких-то конфликтов, там, еще чего-то, ну, я не знаю, как можно назвать, что такое конкуренция, да, ну, вот у них, там, столько-то человек ходит на такой-то фильм, нам нужно тоже такой-то фильм, что-то мы подсматривали, потому что на него спрос идет, то есть наш зритель в нашем районе не охвачен, так сказать, этим конкретно фильмом. Нет, мы дружили как-то, обменились видеокассетами впечатления, поэтому такого, никаких конфликтных ситуаций не было. Ну, а как бы слово такое из 90-х рэкет, видеосауна, и какой-то... Ну, рэкет никого не миновал, ну, конечно, и к нам приходили, но дело в том, что люди, которые со мной работали, мы, так сказать, все ребята поросы наших улиц городских, мы очень хорошо, потому что со многими дружили, кто пошел в эту сферу, так сказать, работать, я имею в виду, рэкет, и когда приходили, мы, то есть, я могу сейчас сказать абсолютно, так сказать, честно и не лукаве, что мы не платили ни копейки, кассеты давали посмотреть, приглашали, делали какие-то сеансы, мы дружили, и сейчас дружим со многими, поэтому об этом это было бы даже как-то, я не знаю, ну, себя не уважать, если бы мы что-то там, какую-то дань кому-то платили, поэтому... сидят большие, такие лысые, крепкие ребята и смотрят Идмара Бердмана, например. Смотрели несколько другое, но они тоже ребята уважаемые, они, так сказать, глубоко порядочные в каких-то моментах, поэтому, если мы, скажем там, дружим по жизни вместе, да, тут все понятно. Геннадий Степанович, вы знаете, у нас немного времени осталось, поэтому хотелось бы вот так, мы для вас подготовили Блиц, то есть, нужно отвечать быстро и практически не задумываясь. Ну, давайте попробуем. Краткий, самый главный вопрос, Шварц, кто круче, Брюс или Шварц? Ну, я думаю, что Брюс, на меня, во всяком случае. Хорошо, Терминатор или Рэмбо? Наверное, все-таки Рэмбо. Крепкий орешек или Девять Смертья ниндзя? Братцы, тут я, что-то я уже плохо помню эти фильмы, значит, может, это как это, не пропуск. Хорошо, тогда Чужой или Хищник? Чужой. Самая смешная комедия, 90-х. Это только наши, или... Ну, для меня гайда, это непревзойденный кимикюр. Видеосалон, видеосалон. А, видеосалон, самая смешная, братцы, сейчас, наверное, а, совершенно сих, Голый пистолет. Голый пистолет, Лесли Нильсон? А? Лесли Нильсон, да. Да, Лесли Нильсон. Самый, тогда, давайте так, самый лучший актер 90-х. Ну, тогда, Николсон. Для меня Николсон. самый страшный фильм ужасов 90-х? Ну, Чужой, тогда на меня очень сильно, у меня прям волосы дымом вставали, когда я смотрел. Самый мужской логичный вопрос. Самая сексуальная актриса 90-х? Все были хороши. Ну, наверное, Ким Бессенджер. Все. Здесь, здесь такое единение, мы здесь даже не будем... Вы вспоминали ее, Ну, тут без варианта, без шанса. Тут вообще попали, по-моему, потому что, там эти 9,5 недели, да-да-да, ну, смотрели по нескольку месяцев. Да, действительно. Геннадий Степанович, я бы, я вам сказал бы, затерли до дыр. Да, да, да. Эту кассету. Геннадий Степанович, последний вопрос, с каким чувством вы вспоминаете вот это время видеосалонов, с ностальгией или... Ой-фу. Или ой. Нет, ну, только не уй-фу. Ну, любой отрезок жизни вспоминается, когда тебе уже, так сказать, какое-то количество лет, всегда вспоминается с теплым чувством, с ностальгией. Конечно, это были прекрасные времена. Мы что-то познавали, что-то крутили, свертели. Сейчас уже многое, чего не хочется, Савиа, а тогда всего хотелось, много. Поэтому это, это прекрасные годы моей жизни. Много прекрасных знакомых, какие-то взаимоотношения. Ну, здорово. Хорошо. Друзья, напомним, что у нас в гостях был Геннадий Гущин, заслуженный артист России, актер, режиссер Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, а в свое время человек, который имел непосредственное отношение к видеосалонам. Прямо сейчас наша рубрика иркутск.вылет.